В Анапском филиале Московского государственного университета имени Шолохова состоялось заседание «Круглого стола» по теме реформирования системы местного самоуправления. В его работе приняли участие депутаты Совета муниципального образования, город-курорт Анапа, члены исполкома местного отделения партии «Единая Россия», преподаватели и студенты-дипломники по специальности «Государственное и муниципальное управление», а также представители Молодежного совета при главе муниципального образования. Участники «Круглого стола» заслушали послание президента Российской Федерации Владимира Путина к Федеральному собранию от 12 декабря 2013 года и указ от 7 мая 2012 года, касающийся реформирования системы самоуправления. Важность реформы в ходе заседания «Круглого стола» подчеркнул председатель Совета муниципального образования Леонид Кочетов. Самое главное, и этой основной нитью идет и в послании президента, и в последующем выступлении на Совете о том, что главное – это усиливать роль и самостоятельность органов местного самоуправления, поскольку позволить им самим распоряжаться своими финансами, готовить свои программы и исполнять. Ну и, наверное, одно из самых важных, конечно, моментов – это, как сказал Илья Владимирович, задача местного самоуправления, чтобы оно было доступно, приближено, и чтобы каждый житель местности мог, как он образно выразился, рукой дотянуться до своей власти. Докладчиками выступили научные сотрудники МГГУ имени Шолохова. Темы докладов – о полномочиях органов местного самоуправления, о новой должности сити-менеджера, о формировании представительного органа муниципального образования. Бурное обсуждение вызвало тему новых видов образований. Прозвучала информация, что вводятся следующие виды, как городской округ с внутригородским делением и внутригородской район. Коснется ли это Анапы? Это речь идет все-таки, будет идти о больших городах, о городах-миллионниках, или это коснется всех городских округов? Ну, уважаемые коллеги, в законе не сказано конкретно, какого городского округа это коснется. Однако при обсуждении вот этого вопроса говорили прежде всего о больших городах, в которых более 500 тысяч человек. Более 500 тысяч человек. Однако, уважаемые коллеги, если представительные органы муниципального образования город-курорт Анапа и, соответственно, законодательные органы субъекта Российской Федерации выскажут свое предложение об организации на территории города-курорта Анапа городского округа с внутригородским делением. То есть у нас будет муниципальное образование, например, 12 микрорайон, там 3А, ну я примерно говорю, да, 3Б. Ну что ж, мы, в принципе, это решение поддержим. Закон это позволяет на усмотрение органов местного автомобиля? Конечно, и органов субъекта Российской Федерации. Главная задача власти на местах – повысить роль и самостоятельность местного самоуправления. Для этого и проводится реформирование системы самоуправления.